Всем привет! Меня зовут Катя и вы в моем рукодельном дневнике. Так получается, что осень беспощадно подходит к своему завершению. Мне необходимо написать видео приветствия к моим рукодельным заветкам за осень. Вы знаете, очень странное время года и очень странный период именно 2020 года. У меня было столько планов на осень. Не стройте никогда планы, потому что кто-то сверху сам распоряжается быть этим планом или нет. И когда в сентябре я вступала на тропу возвращения на работу, хотя я вышла на работу всего на один рабочий день по понедельникам, я думала, что конечно вышивка каким-то образом немножко спадет в моей жизни, но нет. Не спала, а спала она совсем по другим причинам. Спала она потому, что в сентябрь месяц я входила в режим работы, дом, завершения всяких огородных, садовых дел. И все это в принципе постепенно действительно разрешилось. То когда к нам подкрался октябрь, я поняла, что конечно я не то что ничего не успеваю, но каким-то образом не совсем до конца понимаю, как это все распланировать, организовать. И так случилось, что в октябре в мою жизнь пришел ковид. Да, именно я из всего семейства попала в больницу, попала в больницу с пневмонией. У меня было 25 поражений легких и соответственно тест пришел положительный, и меня отправили в красную зону. Две недели я пролежала в красной зоне, его подлечили и как бы еще почти месяц я боролась с определенными последствиями. Но сейчас я не хочу об этом. Мне кажется, это определенный жизненный урок. Урок не только мне, но и моим близким, моим окружающим. И, знаете, конечно, я безусловно рада, что все так разрешилось, что все живы-здоровы, я в том числе. Но, как бы это сказать, немножко по-другому смотришь на мир, на жизнь и на то, что происходит вообще в обществе. Но не хочу сейчас об этом. Давайте о приятном, о рукодельном, потому что после того, как я разрешила все свои больничные дела и все свои дела со здоровьем, я действительно вернулась. Вернулась я в вышивку благодаря моим начатым работам по школьному сэмплеру от Ирины Загородской. Я сняла видео об этом сэмплере, а точнее о фрагментах этого сэмплера, который отшила на пластике. Видите, у меня с собой ничего нет, потому что все элементы уже раздарены, подарены. Вот. Но до сих пор еще не смонтировала. Да, вот так вот очень медленно и очень туго я возвращаюсь в рукодельный мир, в рукодельное сообщество. Но, тем не менее, я обещаю, что это видео появится и, скорее всего, даже следом за рукодельными заметками осени. После этих замечательных штучек на пластике я погрузилась в мир волшебной страны. Причем волшебной страны именно маленькой. У меня их очень много. И разделив их на три такие, скажем так, группки, да, я решила добить первую группу. И если первые элементы ушли на подарок, то оставшиеся остались в моем доме. Ну, давайте я немножко по спойлеру, потому что я собиралась тоже снять отдельное видео по этим замечательным безделушкам. Вот. И выложить как отдельный ролик. Я вам сейчас их покажу. Если уж спойлерить, то спойлерить до конца, да. То есть первые детали у меня были кошка, магнитик на холодильник, перышко, черепашка. Вот такие три детальки первой коллекции. Это лимон, яблоко и груша. Груша не хочет вам показываться. Вот. Я решила их в такой вот подвес, втроем сделать. Еще один тройной подвес, это листочки. Знаете, я не помню, они у волшебной страны идут по наборам, где 10 сюжетов, и каждый сюжет в двойном экземпляре. То есть 20 деталек вот таких вот маленьких, деревянных. И я брала в общей закупке у красноярской девочки Кати. Ссылку на ее группу оставлю, но, по-моему, у нее группа закрытая. Только по приглашению можно попасть туда. Ну, попытайте удачу, что называется. Потому что, в основном, практически все закупают у нее в группе. Вот. И я там понабирала. То есть это не весь набор, естественно. Это все не из одного набора, это из разных наборов. Что-то брала половинкой набора. Часть деталей раздаривала, часть оставляла себе. Те, которые мне нравятся. И вот эти три листочка мне очень нравились. Я вот из них сделала вот такой подвесик. Видите, как тут получается. Чем-то напоминает весну, лето и осень. Вот. Ну и та деталь, которая в этой моей, скажем так, серии, самая, наверное, любимая, это совушка. Она такая классная. Ну, просто классная. В одной из закупок у Кати девчонки разбирали вот такие кисточки. Ну, я так подумала, почему бы нет, почему бы мне не взять. И взяла коричневую. И вот она, знаете, она вот прямо, ну, очень хорошо здесь подошла. Вот такая получилась веселечка. Можно на елку. У меня она висит в барном уголке. Там же, где, кстати, висит тыква от Дивной Вишни и Волшебной Страны. Вот такая псовушка. Вот. И знаете, благодаря вот этой вот гроздьи деревянных штучек от Волшебной Страны, я вернулась в вышивку. Я получила большое удовольствие по возвращению, потому что я практически месяц не вышивала. Несмотря на то, что в больницу я брала с собой вышивку. Это маленький элемент большого проекта. Я его закончила. Но, знаете, ни настроения, ни сил, ни желания вышивать в больнице не было. Вот. Поэтому уже по возвращению домой я потихоньку стала возвращаться. И сейчас просто не могу уснуть вечером, если не сделаю хотя бы пару крестик. Прежде чем я вам расскажу еще о каких-то своих осенних новостях, давайте с вами посмотрим те видеозарисовки, которые все-таки были у меня осенью. Сегодня 30 сентября. За сентябрь месяц я не писала ни одного видеоролика к рукодельным заметкам. И хочу начать с вот этой вышивки. Этой вышивке почти 10 лет. Вышивала я ее... Ну, не помню. Просто потому что вышивала. Это какая-то бесплатная схема с интернета, скачанная. Вышивала на кусочки Аиды. Сразу вот так вот прошлась. После того, как вышла. И решила в такой прикладной оформить. Это обычная какая-то такая папочка на кольцах. Вот так вот я такими кусочками джинсы обклеила. И здесь у меня хранятся рецепты. И знаете, почему я ее решила сегодня показать? Я на днях пришла к выводу, что нужно прошерстить эту папочку. Я увлекалась. Ну, как увлекалась? Я просто коллекционировала рецепты. Я не столько готовлю, сколько действительно коллекционирую их. И решила, что мне это ничего не надо. Хочу оставить здесь только то, что действительно либо может реализоваться в рамках моей кухни, моих, скажем так, возможностей продуктовых. Либо то, что я действительно из-за дня в день, из года в год делаю и готовлю. Вот она такая толстая. Она вот уже не вмещается и вообще. Тут некоторые листочки уже и попорвались, потому что на кольцах, видите, какие-то записульки просто так. Их нужно тоже красиво оформить. Поэтому вот решила заняться. Думала поменять обложку, но нет, не хочу. Пусть оно будет так. Мне, в принципе, нравится такая елочка. Она мне всегда очень поднимает настроение. Вот так начну свои рукодельные заметки осени 2020. Не болейте, берегите себя. Показываю вам свою кулинарную книгу. В общем, разобрала, что-то вообще выбросила, что-то отдала в школу, в кабинет технологий, потому что понимаю, что никакие пироги из манго-маракуйя, я это делать ничего ясно не буду. Оставила только самое-самое нужное, скажем так, то, что действительно делалось, пробовалось. И вот она у меня стала теперь такая вот, видите, худенькая. Но я понимаю, что нужно ее приводить в порядок, что-то переписывать, потому что, видите, листочки где-то порвались. А где-то, знаете, написано на таких бумажках. Сейчас я вам покажу. Ну вот, видите. Ну, как писала, видимо, на ходу, тут же их вложила. Поэтому надо заняться, наверное, на зимних каникулах и переписать. Может быть, даже перетасовать, то есть отдельно сладкое, отдельно заготовки, потому что, видите, маринованный лук, пряники, засолка огурцов. То есть, как бы, вот салат из огурцов, такие вещи. Вот, но я счастлива, что она похудела, потому что действительно есть рецепты, которые, я не знаю, то ли потому что мне хотелось попробовать, я их сохраняла, но я прекрасно понимаю, что никакой маракуйи, никакой манго я покупать не буду. Запишу вам сейчас видео, как у меня организован процесс в машине, когда я езжу, когда я вожу сына на тренировку. Вот в такой коробочке у меня ниточки. Я сейчас вышиваю, точнее, заканчиваю последний элемент. Тот, который мне хочется вышить из семплера. Забыла, как зовут автора опять. Господи. Вот. Ирина Загородская. Ключ к дизайну школьные годы. Вот, заканчиваю вот эти книжечки. У меня осталось тут немножко красного. Белый и бэкстич. Я думаю, что сегодня вечером я закончу дома. Вот. В основном все элементы вышивала вот так вот в дороге, можно сказать. Да. Вот в такой коробочке. Очень классно. Хочу вам показать. Вот здесь у меня прикреплен магнит от Дженни. Боже мой. Он просто наимощнейший. Оп. Закатился, завалился. Наимощнейший. То есть я его вот так вот прикрепила через стенку. И он прямо держит вообще мощно. Сейчас я вам покажу. Вот видите? Красота. Вот так. Сижу и чахну над златом. Наверное, это моя первая и последняя покупка за осень. Причем эта покупка, в принципе, была сделана не осенью. А еще там в течение лета. И что? Это покупка в основном из группы рукодельная избранная ВКонтакте. Есть также нарезка от зимней кружева группа ВКонтакте. Я ссылочки обязательно оставлю. Нарезки здесь в основном на какие-то схемы по Гарри Поттеру. Но также есть нарезка на рушник, который мне заказали. Дальше. Здесь есть волшебная страна новогодняя. Не весь набор, а только половинка. Спасибо, Катя, за схемы. Вот. И мой первый Милхилл. Я все-таки сорвалась, что называется, своего стич фромстаж и купила свой первый Милхилл. Я, кстати, из всех наборов Милхилл, первый, который приглядела, именно была шишечкой. Я очень хотела ее себе. Ну и тут вот так получилось, что у Кати она была. Я думаю, ладно, закажу себя, порадую маленько. О, кстати, здесь целая серия оказывается. Интересно. Не видела их. Ну, в общем, мой первый Милхиллчик. Дальше. Вот такие круглые рамы. Я их взяла для оформления. Единственное, что вот эта рама, конечно, очень большая. Но ничего, я думаю, что ей тоже применение обязательно найду. Потом вот такие мелочевки. Гирляндочки, открытки и вот такие пуговки. Тоже такие мелкие-мелкие, малепуйские такие. И, знаете, вот что-то не могу я. Вот это из какой-то группы. Я вам оставлю тоже ссылку, найду. Сейчас вот уже не помню, потому что заказывали давно. Магнитик. Я же больная по магнитам. Вот, классный такой магнитик. Я тоже на него давно смотрела. Заказали мы в совместных закупках. А это, по-моему, это Моника. Скорее всего, это Моника. Вот Катя не подписала, а брали мы давно. Мне кажется, это Моника. Похоже на этамин, но, скорее всего, не этамин. А, скорее всего, Моника. Вот, синяя. Тоже брала под определенный процесс. Ой, что-то не фокусируется. Ну-ка, фокусируйся. Вот, кусочек теперь у меня темного-синего есть. Вот так вот. Вот такая я счастливая. Вот. А вообще у меня, получается, не очень рукодельная осень, потому что сейчас на дворе уже ноябрь. Третий месяц осени. А я почти ничего не вышивала. Ну, как почти ничего, но как-то вот не очень. И в октябре практически ничего. Одну букву всего вышло в гирлянде. И пока нет сил вообще садиться за рукоделье. Поэтому разложу по коробочкам. И счастливая довольность, что это у меня есть. Пойду дальше делать домашние дела. Ну что, я к вам еще с одним включением. В рукодельных заметках, значит, собиралась у меня вот такая коробочка. Здесь был... Вот здесь был проект. Вот видите, я уже запомнила, какой здесь был проект. Были собраны ниточки под мои деревяшки от волшебной стороны. Я вот три штучки сделала. Яблочко, грушу и лимончик. Кстати, я делала, видите, не с бисером, а все крестиковое. И сейчас я переключилась на листочки. Вот один листочек у меня уже готов. И еще два меня ждет. Вот. Мне безумно нравится то, что ниточки заканчиваются. У меня освобождаются бобинки. Я вспомнила, какой у меня здесь был процесс. Здесь у меня были на пластике элементы из школьного сэмплера от Загородской Ирины. Я ниточки оставила. И что-то я отсюда беру. Что-то из того, что я подобрала для деревяшек. И сюда же положила ниточки, которые я выбирала вот для этого процесса. Это какая-то бесплатная схема с днем знаний. Вот такой вот глобус. Схема выглядит вот так. Очень, кстати, похоже на символику Овна. Но это действительно какая-то бесплатная схема дизайнерская. Я скачала ее с альбома. Вот ключ ПНК имени Кирова. Ну все, тут уже другой листочек. То есть никаких опознавательных знаков, чья это схема, я не знаю. Я ее давно захомячила и почему-то решила к этому первому сентябрю вышить. Начала ее в августе. Но так, короче, ни к первому, ни к дню учителя я ее не осилила. Подбирала я ниточки, вбивала номер в поисковик, он выдавал цвет нити. Я так вот подбирала. Единственное, что, видимо, у меня голубого цвета, видите, как бы такого вот разброса сильно нет цветов. Поэтому смотрите, что у меня получилось. Ну ужас, да? Ужасный. То есть я начинала вышивать с темно вот этого голубого цвета. А потом у меня пошли очень близкие цвета, причем светлые. И, знаете, я так застопорилась. Она вот у меня лежит. Я уже тут и в больнице полежала, и как бы от нее вроде отдохнула. Но поняла, что, блин, я не хочу вышивать. Во-первых, я не хочу вышивать его, хотя он, в принципе, несложный, простой и, ну, такой вроде миленький, да? Но этот подбор меня вообще не устраивает. А учитывая то, что у меня в школьном сэмплере тоже был глобус, и я его очень долго вышивала. Какая-то у меня к глобусам странная любовь, да? А я решила, что я не хочу вышивать. И вот я теперь мучаюсь. То ли мне распарывать. Мне просто жалко кусочек Линды. Это Линда Гамовская. Мне очень жалко. Она у меня еще, видите, прострочена по краям. Я люблю, когда кусочки обметаны. В общем, буду, наверное, распарывать. Ну и схему распечатанную выбрасывать или положу. Может, кто из девчонок на встречу заберет. Тут, кстати, у меня, видите, еще распечатанные открытки от Панны. Это бесплатные схемы. Панна Гамма. Панна Гамма. И вторая. Сейчас вам покажу. Вот и вторая. Я тоже хотела их все вышить, но нет. Сейчас я не хочу. Не хочу, не хочу. Я хочу закончить вот эти малявки от Волшебной Страны. Вот у меня еще там сова лежит. Чтобы уже дозаписать видео и хоть что-то выложить на канал. Короче, вот такой у меня провал. Не хочу вышивать эту схему. У вас такое бывает? Я поняла, что надо делать все в удовольствие. Раньше бы, знаете, год-два назад я бы взяла себя на принцип, что нужно закончить во что бы то ни стало и закончила бы. Но в данный момент я вижу, что мне безумно не нравится мой подбор цветов. И, ну, это вообще просто жесть. Нет, простите, я не хочу такую фигню. Вот как-то так. Так, подобрала ниточки для шовчиков без корню новогоднего. Кусочек я вам уже показывала. Ну, ткани. Это мин ручного окрашивания. Красила я сама. Подобрала ниточку, которую буду сшивать без корню по окончании. Ну, и подобрала цвета. Конечно, вроде бы сочетание дикие, но моя задумка такая. Ёлки, понятно, зеленые, да. Снежинки, понятно, там белые. Причем я выбрала такой цвет, который вот не просто белый, как бывает такой приглушенный, да, а именно вот с каким-то блеском. Не знаю, что это за нитки. Я беру нитки из остатков. Вот эти какие-то это ПНК в основном. Поэтому как-то так. Снежинки. И потом вот эти звездочки я все-таки хочу сделать оранжевым. И окантовку, ой, не окантовку, а вот эту вот резиночку, да, между варежками и валеночками тоже оранжевую. А варежки с валенками хочу чередовать красные варежки, синие валенки. Синие валенки, красные варежки. И подобрала вот два таких. Причем у вас они поярче, у меня вот это побледнее. Такой вот розовый и коралловый. И голубой, и светло-голубой. Вот этот цвет не буду использовать на него, не смотрите. В общем, что из этого получится, не знаю. Еще здесь будет бисер. И по окончании отшива шовчиков я буду смотреть уже, какой бисер куда лучше подходит. Здесь вот в елочках цветной бисер. В общем, пока только вот разобралась с нитками за руки начать. Потому что, ну, во-первых, до Нового года осталось чуть больше месяца. И я давно собиралась. И вообще я соскучилась по шовчикам. Во всем виновата Женя, которое говорит. Один из главных процессов осени, я его так обозвала, потому что очень хочу успеть его именно к Новому году, это моя гирлянда. Надпись Новым годом. Я сейчас нахожусь вот на такой стадии. И это предпоследняя буква, буква О. И у меня останется только М и восклицательный знак. Я безумно рада. Между прочим, вот это все и вышло вчера за вечер. Знаете, когда я начинала этот процесс, во-первых, меня пугало количество букв, хотя, в принципе, их не так много с Новым годом. Меня пугало, что это белый цвет, и мне действительно будет скучно, нудно и вообще. Были такие моменты, действительно, когда... Ну, сделаешь 10 крестиков, ой, неохота, отложил. Сделаешь там еще 20, неохота, отложил. И я была удивлена, когда у меня за один день вышилась буква Д на желтом кусочке. И вот за вчерашний вечер у меня вот отшилась такая вот... Это даже не половинка, это больше, чем половинки буквы О. Опять же, чтобы немножко поспойлерить, я все-таки надеюсь, что я успею до Нового года, я буду стараться. Вот, я вам покажу вот эту стопочку, это уже отшитые буковки. Вот так вот вам их... Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот. Вот эта буква у меня отшилась за один день. Вот. И те кусочки, которые у меня остались, у меня осталось два кусочка. Два кусочка, но и букву О закончить, да. Вот. Безусловно, об этом проекте будет отдельное видео. Во-первых, потому что это такой совместный проект с Таней Ворожей, дизайнер, которая мне разработала схему этой гирлянды. Вот. И я обещала не только вышить, но и отшить, чтобы красивая моя гирляндочка украсила. И я привью ее схемы. Вот. Я очень надеюсь, что я успею, и все у меня получится. Тем более, раз я так быстро пошла и набрала скорость на этих буквах, ну, осталось-то совсем чуть-чуть. Вот. Это мой главный и основной процесс. Так случилось, что я еще, наверное, в августе начала глобус по какой-то бесплатной схеме. Я даже не нашла, что за дизайнер. И начала на линде 27-го каунта. В принципе, что? Хороший каунт. Все. Но моей ошибкой было подобрать цвета по карте цветов DMC. Хотя в ключе было ПНК. И я вроде бы как перевела. Но, знаете, когда я отшила почти весь эксам глобус, сам земной шар, я поняла, что подобрала какую-то ерундистику. И, знаете, это тот момент, когда ты понял, что не имеет смысла мучить себя и отшивать до конца. И вообще, знаете, я этой осенью пришла к таким умозаключениям, что хобби – это то, что ты должен делать в свое удовольствие. Зачем себя мучить и заканчивать то, что не хочется заканчивать. Хотя до этого я жила по такому принципу, что вот взялась вышивать, надо вышивать до конца. А сейчас понимаю, что не надо. Не надо себя через силу заставлять делать то, что тебе потом не принесет удовольствие. Безусловно, у нас бывают невышиваны, у меня уже полгода стоит Байкал от Риоли с нейтронутой. Но, знаете, мне хочется к нему вернуться. Я просто понимаю, что сейчас пока не время. Я обязательно к нему вернусь, я обязательно его закончу. Я знаю, что будет все просто классно, шикарно и красиво. Но это не тот случай. Вообще. И я вот почти все уже распорола. Распорола, чтобы освободить мне мои нюрги. И действительно поняла, что не надо. Вообще этой осенью происходят со мной какие-то странные вещи. Во-первых, я переосмыслила все, что я нахомячила. Единственное, что я понимаю, что, безусловно, ну, 99% того, что у меня есть в запасах, я однозначно вышью. И мне больше не хочется покупать. Вот пока на данный момент не хочется покупать. Единственное, когда я лежала в красной зоне, я не удержалась. Когда я лежала в красной зоне, я не удержалась. И мне очень захотелось чем-то себя таким порадовать. И ВКонтакте подвернулась опять же Катя из Красноярска, которая в беседке обсуждала наборчики Милхилл. У меня никогда не было наборов Милхилл. Я покупала как-то их в подарок. Но сама не отшивала. У меня в запасах не было Милхилл. Я поняла, что мне нужно сейчас себя перенастроить на то, чтобы меня мое хобби порадовало. И эта покупка действительно меня порадовала. Я купила свой первый Милхилл. И это такой один из стареньких наборчиков. Ну, стареньких в смысле разработка старенькая. Вот. Это вот такая вот новогодняя шишечка. Вот. Она, кстати, у Кати была по очень хорошей цене. И сейчас, мне кажется, таких цен вообще на Милхилл не бывает. Здесь ниточки, бисеры. Даже есть, по-моему, как это называется, биконусы или как это. Вот такие хорошие штучки. Не знаю. Скорее всего, не в этом году я ее отошью. Но отошью обязательно. Сам факт покупки меня очень порадовал. Наверное, еще и потому, что на тот момент я действительно лежала в больнице. И мне было, ну, очень. Ну, очень. Какие-то шишки, все. Вот как отлегло. Мне очень нравятся схемы, которые там периодически выходят. Особенно то, что касается тематики Гарри Поттера. Но у меня столько всего нахомячина. И у меня столько сейчас уже распечатанных схем, купленных схем, распечатанных по Гарри Поттеру, у которых уже лежат нитки и ждут, вот, возьми нас и выше, что я поняла, что хватит. Пока не надо никаких схем, никаких наборов. Нужно вышить то, что есть у тебя в запасе. В этом году я участвовала в СП у Насти Нестич, Stitch from Stash. И у меня была распечатана вот такая вот табличка. Ее можно найти в группе у Насти, где мы разместили свои превью и разместили те проекты, которые должны в этом СП как бы добить, да? Добить, вышить. И из девяти проектов у меня вышиты только три. Три вышита и два начата. Я понимаю, что сэмплер по Гарри Поттеру я не осилил не до конца этого года и дай бог успеть до конца следующего года. Байкал начат, ну, тоже планирую на следующий год его закончить. Все остальное здесь как бы вроде бы три работы маленьких, одна от Риолис тоже крупная, но как оно будет? Спасибо Насте за СП, он, по-моему, уже закончился. Вот, спасибо за то, что она дала, опять же, толчок к этому переосмыслению. Не надо хомячить, надо вышивать то, что есть в хомячей норке. Но это лично мои такие, знаете, ощущения, потому что есть девчонки, которые сорвались, и за них мы вроде как и с одной стороны рады, что они могли себе вот после срыва позволить нахомячить что-то, а с другой стороны, ну, я вот для себя вижу такой путь. Отшивать то, что есть, потому что корзина пухнет, разваливается, а как бы результатов отшитых финишей не так много. И это все мелочи, это все маленькие работы, а хочется чего-то большого. У меня, кстати, недавно муж такой проходит мимо рамки с Байкалом и такой говорит, что, уже не хочется вышивать? Я говорю, почему хочется? Ну, что-то долго она у тебя стоит. Я говорю, обязательно за нее возьмусь. И, кстати, я планирую в декабре вернуться к Байкалу, хотя бы по воскресеньям, для того, чтобы немножко двигать эту работу. Еще одна такая прелесть здесь стоит. Хочу вам показать. Я магнитный маньяк. Это не только магниты, приобретенные за осень, это вообще все мои магниты. Осенью ко мне прилетел магнит, который мы заказали еще летом. Вот такой деревянный с пчелкой. Женя присылала. Ну, мне кажется, я тоже в августе получила ее магниты. И здесь еще не все. Еще не все. И вот такой классный магнит тоже ко мне прилетел. Это из Савиного леса. Но, мне кажется, это тоже было не осенью. Но это из последних, да? Я хотела вам просто показать сам факт того, что у меня магниты хранятся на такой подставке. Это от Чая Липта. Такая вот была крышечка. Это типа подсвечник. Вот. Ну, я вот приспособила так. Я чувствую, что надо покупать магнитную доску, потому что им здесь тесно. Им здесь тесно. Не знаю, закончится ли моя мания по магнитам. Надеюсь, что да. Опять же, там вот есть девочка Маша, Crazy Needle, которая делает магниты, делает комплекты из ножниц и магнитов. И я, если бы не попала в больницу, я у нее бы выкупила один комплект. Но так получилось, что да, болезнь сбила все мои планы. И поэтому я буду ждать, когда Маша повторит этот замечательный осенний комплект. И там будет магнит, ножницы. В общем, да, любовь к магнитам не закончится. Вот такая красота. А еще, кстати, очень хочется приобрести хотя бы один магнит от Тани Шаровой. У нее какие-то космические просто магниты. И вот как раз, может быть, космически мне и приобрести. Вот. Ссылки на девочек я обязательно оставлю тоже под видео. Знаете, я, наверное, так соскучилась по съемкам видео, что сейчас наболтала уже столько времени, что как буду монтировать, не знаю. Еще одна беда моя, что у меня полетела программа на ноутбуке, на которой я монтировала видео Sony Vegas. И мне придется все это делать на телефоне. Надеюсь, что все в очередной раз получится. Я сейчас понимаю, что все зависит от времени, от сил. А еще у меня есть маленький моторчик, который не дает вообще ничего делать, если она не спит. Вот. Моя дочурка и вредная такая, ну, безумно любимая. Поэтому приходится как-то жонглировать свободным временем и временем, когда можно вот так вот сесть и поболтать с вами на камеру. Вот. Пишите, что вы в первую очередь хотите увидеть на моем канале. Либо это волшебная страна, вышитая мной, либо это мои какие-нибудь... Может быть, вы хотите увидеть мои запасы наборов, мои запасы авторских схем уже с нарезкой ниток. Обязательно появятся сэмплеры школьные годы. И я еще должна два видео, которые ждут еще с лета, что я их смонтирую. Вот. Все. Я желаю всем крепкого здоровья. Здоровья вам, здоровья вашим родным и близким. Я желаю вам вдохновения. Я желаю вам находить свободное время для своего любимого хобби. И желаю вам, как всегда, шустрые голтики и ровных крестиков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok